Что-то как-то шею прям очень накрыто, кажется, как-то у меня головы... Нет. Так и нет, конечно, бесспорно, но... Всем привет, меня зовут Зуба Дарья, и в сегодняшнем видео я расскажу о своих новинках Purple Tree и Blistox. Это бальзамы для губ, о которых я уже как-то рассказывала. Blistox даже побеждал у меня в одной из битв моих бальзамов, и я помню, что вы просили у меня очередную битву бальзамов, третью уже. Она будет, эшелоны готовятся, и воска собираются, и вычисляются инсайдеры. Но для того, чтобы и битва не была очень огромной, и для того, чтобы рассказать вам поскорее о новинках Purple Tree и Blistox, я решила снять это отдельное видео. У меня есть все, кроме одного бальзама от Purple Tree, у меня нет бальзама только с маслом Sheep. Я вообще думала, что их там, по-моему, 5 или 6 штук, и все. А оказывается, они выпустили еще 6 бальзамов, и часть бальзамов я покупала сама, часть мне прислали на обзор, поэтому здесь 50 на 50, знаете, как бы. Первоначально я услышала об этих бальзамах от своей подруги, которая говорила, боже мой, Дашу, у меня была простуда на губе, и я пользовалась папайей, и у меня все прошло. И я такая... И я хочу папаю. Я вообще не приверженец того самого Пао Пао, или как он-то правильно называется, вот я его не очень люблю, потому что он для меня очень вазелиновый, и смысла от него никакого нет, я не ловлю питание. Здесь же, именно если брать эту папаю, он безумно вкусно пахнет, вообще они все со своим вкраплением, помогает как раз-таки справляться с раздражением, сухостью. И самое главное, что мне очень нравится в этих бальзамах, это бальзамы не только для губ, а для всех сухих частей тела, то есть даже если у вас на жопке выспал диатез, потому что кто-то много жрет сладенького, то можете намазать. На самом деле работает. Как раз-таки папайей помогает устранить зуд, и я вот специально его не использовала как отдельную единицу, что только вот если зудить, то папайей. Я пользую их на губы, я пользую на локти, на кутикулу, могу на ноги намазать его даже, могу, если я очень сухая, даже руки им намазать и сделать какую-то масочку. Очень хорошо работает. Кстати, папайя это старая линейка, это один из первых блистоксов. Я сейчас начну со старых, с моих, а потом перейду на новые, окей? Пупл Три с гранатом. Он очень вкусно пахнет гранатиком, а гранат как элемент обладает хорошей антиоксидацией, то есть гранат это антиоксидант. Плюс мне он очень нравится, как и подовая, особенно на моделях, у которых сухая кожа, я могу сделать его как реально масочку на какое-то время. Губы наплюхать посильнее, опять же, никто не забывает про локти, про все остальные части тела, и вот это мой самый первый, он до сих пор не закончился. Мы вообще не скончаем, потому что у него консистенция такая, что его много не нужно. Пупл Три с алоэ вера, вот этот малыш очень отлично подойдет для мужчин, которые не любят никакие кремы, ничего не любят и работают в зимний период на улице без перчаток. Вот у моей подруги, ее молодой человек, он штурман квадрокоптера, и там, конечно же, удобнее делать это все голыми ручками, в итоге у него обметривает все лицо, обметривает руки, это превращается в состояние курочки. Я подарила ей такой бальзам, потому что, говорю, ну у меня есть второй. Проходит неделя, она говорит, боже мой, Даша, спасибо тебе огромное, у меня мужика хотя бы руки на руки стали похожи, потому что вообще ни один крем не справлялся. А именно алоэ очень хорошо справился, плюс он заживляет, снимает зуд, раздражение и покраснение. Тебя выпустить? Мяу. Что, еду отрабатывать не хочешь? Нет. Кокосовый. Ну, помимо того, что он безумно вкусно пахнет, и его хочется съесть, он обладает также защитным действием с УФ, ну как бы тут не написано, но если верить аннотации, то он предотвращает пагодное воздействие УФ лучей, плюс также хорошо увлажняет, нормализирует кожу, и вообще его вот как уходовую единицу можно даже на волосы, при желании, если ну вот вообще жопой больше ничего нет под рукой. В связи с тем, что я не очень люблю кокос, я его вообще не люблю, он у меня лежал очень долгое время запакованный, потому что, ну, во-первых, у меня еще гранат не закончился, у меня есть алоэ вера, у меня есть папайя, и вот кокос, он как бы на последнем месте. Это были все бальзамы, которые были лично у меня, и сейчас я перехожу к новой линейке, и начну я с персика. Очень ненавязчиво пахнет персиком, на самом деле нет ярко выраженной кричащей персиковой нотки, хотя я думала, что он будет как с гранатом, просто открыл и занюхался. А он, ну, миленько пахнет персиком, но без каких-то оргазмических приступов. Вот как раз-таки персик очень хорошо подходит для кожи, склонный к аллергическим реакциям и высыпаниям. То есть, если у вас есть какие-то аллергические реакции на кожу, то обратите на него внимание. Повторюсь, его можно мазать не только на губы, но и везде. Черника. Этот малыш справляется не только с уходом и увлажнением, и совсем тем, с чем справляются остальные бальзамы, но он еще должен, должен, я не проверяла, должен справляться с морщинами, угревой сыпью и высветлять темные круги за счет того, что есть в составе черника. Вот насчет темных кругов я не очень уверена. С морщинами я еще соглашусь, потому что, в принципе, любой увлажняющий крем, если им постоянно пользоваться, он заполняет липидный слой, или как там это правильно называется. Спасибо ребятам из Флавера за то, что свозили на производство, и мы послушали на тему ухода, морщин и того, действительно работают ли кремы от морщин. При постоянном использовании можно увидеть эффект. Я думаю, что морщины на моих локтях, они разглазятся. Кстати, когда я стала пользоваться этими бальзамами для моих логоточков, они действительно стали светлее, потому что у меня пигментация разная. То есть, на лице у меня бледная, но на нежных частях она темнее, в том числе на локтях. Это очень нежная часть моего тела. Бальзам с экстрактом ванилы. Вот он, помимо того, что так же всё увлажняет, и защищает, и борется с воздействием среды, помимо всего прочего, ещё может отбеливать кожу. К вопросу о локтях, о пигментации и, в принципе, о пигментных пятнах. За счёт как раз-таки ванили. Когда покупала свой первый бальзам, я думала, что это просто, ну, просто бальзам. А оказывается, это намного глубже и интереснее. Я вот первоначально вообще думала, консистенция у них одинаковая, запахи разные, и всё, на этом всё ограничивается. Нет, если начинать изучать аннотации и что действительно пишут об этих бальзамах и что есть в составах, то получается, что, в принципе, имея эти бальзамы, вам не нужны никакие другие уходовые средства. Ну, плюс-минус. Арбуз. Самый невзрачный чувак по запаху. Он вообще фактически не пахнет. Ну, в принципе, как и алоэ. Но я ждала от арбуза вот этой лёгкой сладкой нотки. Вид у него очень прикольный, дизайн милый. Это вот как раз хорошо подойдёт для любителей просто бальзама. Он хорошо увлажняет, он делает кожу здоровой и сияющей, и всё. И не пахнет. Вот, вот, чтоб не раздражало. Арбуз. Грейпфрукт. Вот он прям пахнет очень сильно. Если вы любитель грейпфрукта и вам нравятся эти нотки запаха на вашей коже, то обратите на него внимание. Отлично подойдёт за уходом кожи рук. Делает ногти более мягкими. И также справляется с секущими кончиками и, вообще, в принципе, уходу за волосами. Ну, и плюс вкусненько, как и пахнет. И последний малыш. Это пиалковое дерево. Он безумно вкусно пахнет. И за счёт этого запаха им хочется пользоваться постоянно. Он универсальный малыш. И у него нет узконаправленной какой-то задачи. Тут фиалка. И пахнет он фиалково-медовой такой ноткой. Очень комфортно. Им хочется прямо мазаться. Вот реально за счёт запаха. Это базовый бальзам, который уже переехал в мой кейс. Потому что, если остальные малыши, у них там узконаправленность, есть какая-то что-то ещё, то вот психологическое сознание базовости этого бальзама, оно как-то добавляет плюс. Плюс. У них у всех одинаковая консистенция. Они достаточно тугие, жирненькие, хорошо разгоняются, без водяного ощущения, без плёнки, если вот прям намазать им руки. Но лучше использовать, если вот у вас прям его очень сильно кукожит, то лучше использовать как маску. Если это руки, намазали жирным слоем в хб-шные перчаточки и сидим ждём, пока всосётся и заактивируется всё это дело. Если его использовать постоянно на губах, то будет давать налёт. Есть ощущение налёта, это очень неприкольно. Лучше также использовать как маска на ночь. В целом, это мои любимые бальзамы. И из того формата бальзамов, которые я пробовала в таком дизайне сейчас, очень много разных. Именно Pupil Tree остаётся моим фаворитом. И постоянно его можно найти в моём рабочем кейсе. Blistex. Впервые о Blistex я услышала от вас. Вы оставляли свои комментарии после первой битвы. По-моему, после первой битвы. Короче, вы оставляли свои комментарии под видео о том, что обязательно попробуй Blistex. Blistex, это прекрасно. И первый Blistex, который я попробовала, это был Blistex малиновый лимонад. И, ну, как бы да, но нет. То есть это очень спокойный, равнодушный чувак, который... Ну, ход, ну, SPF, ну, хорошо. Но я не увидела в нём, прям он намазал и так... Не увидела. То есть он, по-моему, даже был у меня в первом эшелоне. Но вот здесь и сейчас я могу сказать, что вот он у меня так же лежит и лежит. Малыш из моего постоянного кейса. Это лечебный Blistex, который отлично подойдёт как праймер под помаду, так же, как и уход. Я его покупала в Европе. В России у представителей Blistex это самый сильный лечебный Blistex. Потому что я на одной из выставок говорила, а как же вот этот синенький, о котором я вам сейчас расскажу, Мед Плюс. Они говорят, ну, Россию не возят, но вот возьмите его, он... Вот он после него сильный. Я такая, ну, окей, я его взяла дополнительно. Взяла. Но этот ещё не закончился, потому что у меня есть Purple Tree. В чём фишка? Это уходовый Blistex. Когда его наносишь на губы, кажется, что вообще звёздочкой губы намазают. Вот такое ощущение от него. Он действительно очень быстро увлажняет, регенерирует, и губам с ним очень комфортно. Но мне не нравится лёгкий бежевый налёт, точнее, не бежевый, а белый налёт, который он даёт на губы, становится бледнее с ним. И по своим ощущениям, за счёт того, что он жиденький, он в тубе, он... Мне кажется, что на моих губах он лежит немного плёнкой. Мне это не прикольно. А в целом очень хороший уходовый Blistex. Моя любовь. Моя любовь это Blistex Mad Plus, который я покупала в Европе, не помню где. Это самый лучший Blistex, который я пробовала ever. Хотя сейчас у меня здесь есть ещё один малыш, который может потягаться за первенство. Он у меня уже всё. Внешне он выглядит как вазелин. Он жжётся, он реально как звёздочка, но он реанимирует губы. Губы с ним ухоженные. Даже если я делала 10 свочей за день, 10-20 свочей и такое бывало, я делаю жирную масочку им и моим губам комфортно. Без плёнки, без налёта, вообще без негатива какого-либо. Это самый любимый Blistex. Я настоятельно всем рекомендую его попробовать. Blistex антивозрастное глубокое увлажнение, уход, по-моему, так он называется. Очень приятный по своим ощущениям. Он немного жидкий, он разогревается на губах и даёт здоровый блеск и сияние. Я бы назвала это хорошей гигиеничкой, которая ухаживает за губами и делает губы действительно более ухоженными, если они уже отскраблены. Если у вас есть сухие корки, то лучше сначала сделать скрабик для того, чтобы снять вот этот весь негатив и потом наносить этот бальзам. Потому что если у вас есть корки и вы надеетесь, намазав этот бальзам, исправить эту ситуацию, то я не уверена чуть-чуть в нём. На моих губах он раз на раз. Раз хорошо зашёл, раз не особо. Но ощущения от него на губах очень комфортные, очень приятные. И вот как базовая гигиеничка, это прям клубничный Blistex. Ну это базовый уходовый Blistex с SPF 15, который просто гигиеничка, которая предотвращает сухость, не даёт растрескиваться губам, которая ведёт себя очень гармонично и комфортно на губах. Но у меня было ощущение налёта от него, в принципе, как и от лимонадика. То есть это дело вкуса просто. А так по ощущениям они очень похожи. Это скорее бальзам на летний период, а не на зимний, потому что на зимний его недостаточно. Он очень такой, немного бархатистый, я бы так сказала. Классический Blistex, тоже уходовый, без ярко выраженного аромата. Он более жирненький, чем предыдущий Berry малыш. И он, я бы так сказала, что он больше похож на как раз-таки на Anti-Age Blistex, скажем так. Что мне в нём понравилось? В нём есть холодящая нотка, которая делает губы чуть-чуть пухлее, и за счёт этого образ становится немного ярче. Это было очень приятно. Хотя в нём написано, что нейтральный, просто уходовый, ничего. Но есть вот эта вот мятная нотка, которая пухлит губы. И, собственно, Blistex мяты. Он по своим ощущениям хорошо разогревается на губах, даёт лёгкое сияние, ухоженность, комфорт. Мята не ярко выражена. То есть есть ощущение лёгкого покалывания, но нет ощущения того, что вы пожевали мятную жвачку, ещё обмазались ей. Вот нет. Хотя я ждала более перечные нотки от него. Но нет, тоже хорошо пухлит губы. Но, в принципе, если у вас есть вот этот чувак, то вам уже ничего не надо в этой жизни. И даже пробовать другого вы не захочете. Но он такой далёкий-далёкий-далёкий-далёкий-далёкий друг. Или брат. Седьмая вода на киселе. Ну, то есть что-то очень похоже отдалённо, но не оно. Ультралип балм с SPF 50. То есть для тех, кто сгорает даже губами на солнце, это лучше чувак. По своим свойствам он такой же, как и все предыдущие. Ну, по ощущениям на губах, на коже. Он не супер жирный, но он меньше тает. То есть вот на лето, в самую жару, он останется на губах и не сделает так. Он более тугой, более сдержанный такой малыш. Это вот прям тяжёлая артиллерия. Блистокс, который я заказывала в последней распаковке iHerb. Для тех, кто её ещё не видел, либо я её ещё не выпустила. Смотрите описание видео, там всё будет. Я взяла его попробовать, мне его никто не рекомендовал. Я посмотрела, подумала, что раз он в шайбе, значит, наверное, очень похож на мой Мэтт Плюс. И действительно, он очень похож на Мэтт Плюс. И, скажем так, если у вас есть Мэтт Плюс, и он для вас тяжеловат, то можете обратить внимание на этого малыша. Он полегче, он более вазелиновый. Он не такой термоядерный, не так прямо работает-работает. Но он очень комфортный, уходовый. Я вот прям ещё чуть-чуть успела его затестировать. Но, в целом, мне нравится этот малыш. И я понимаю, что, когда закончится мой Мэтт Плюс, я буду пользоваться именно этим. Бальзам для губ в новом формате ультра увлажняющий. Это такой формат, что... Опа! И шарик. Очень прикольный дизайн. Я до этого такой не видела, но я могла упустить что-то. Вы, конечно, можете оставлять свои комментарии, что я опять всё упустила. Это уже было давно, и у кого-то уже было. Я увидела здесь сейчас впервые, и оцениваю с этой стороны. Сам пластик мне не очень понравился. Он какой-то... Типа матовый, но типа... Ну, не знаю. Сам бальзам огонь. Как ночная маска, это просто как карманс, который сняли с производства. Вот честно. Я не питала никаких надежд, но я так открыла, намазала и ушла спать. Ну, просто вечером попробовала его, и всё. Я встала с утра, у меня ухоженные губы. У меня есть ещё ощущение этого бальзама на губах, что было очень приятно. И я влюбилась. Он переедет у меня на прикроватный столик, и я буду делать себе ночные масочки с этим малышом. Потому что, когда сняли мой любимый Carmex Cherry Protection, кажется, Protection с производства, это была печаль. Так как лучше него никто не делал маски ночные моим губам. И ещё один малыш в таком же формате, но это уже малыш «Бархатистость и уход». И вот он чуть-чуть не дотягивает до предыдущего голубого малыша. Хотя нет. Их можно два использовать. Этот на ночь, как прям уход-уход. А этот как Protection в течение дня, как просто бальзам для губ, который работает, который увлажняет, даёт лёгкий налёт. В принципе, как и все близости, так сказать, чуть-чуть. Который ведёт себя на губах. В принципе, очень комфортно, как просто бальзам. Дизайн очень классный. И это были все мои новинки бальзамов для губ. Часть из них вы увидите в битве бальзамов, я обязательно расскажу. Часть вы увидите всё-таки на сейле. Потому что, ну, для... Он уже пошёл на сейл. Для меня одно это очень много бальзамов. И зачем пропадать? Так что, ребят, следите за обновлением у меня в инстаграме. Следите за обновлением в инстаграме. Сейла, что-то будет, чего-то не будет. И ухаживайте за своими губами. Не бойтесь пробовать новые продукты. Не по назначению. Хотя первый раз, самый первый раз, когда я заявила бальзамы от Pupil Tree, я сказала, это бальзам для губ. И вы писали в комментариях. А он не только для губ. Он не только для губ. И это самое классное, что есть в этом бальзаме, что и можно обмазаться полностью. И хуже не будет. А за сим. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok